Велосипедисты против автомобилистов Велосипедисты против автомобилей 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 Большой акцент мы, конечно же, сделали на использовании светоотражающих элементов в темное время суток. В конце урока ребятам раздали памятки и приятные подарки, в том числе и световозвращающие браслеты, чтобы школьников было видно издалека, когда они в потемках возвращаются с учебы. Конечно, быть видимыми в темное время суток, а зимой оно наступает совсем рано, важный элемент безопасности собственной жизни. Проблема, в том числе, связанная с качеством уличного освещения, вновь мозолит чувствительные взоры рязанцев. Горожане, как и пешеходы, так и автомобилисты, не перестают удивляться тому, что, несмотря на все анонсируемые городскими управленцами проверки и обещания исправить ситуацию, им, горожанам, выходя на улицу, вновь приходится щуриться и всматриваться в практически кромешную тьму. 5 ноября активисты Овчероссийского народного фронта, проверяя качество рязанских дорог, отдельно отметили низкое качество освещения городских улиц. Светодиодные светильники работают слабо и передвигаться в темное время суток по городу некомфортно и опасно. После того, как в 2014 году на 26 улицах обновили фонари, Рязань фактически погрузилась восьму. Новые лампы едва светят, а старые, которые хорошо освещали территорию, уже убраны. И теперь вместо привычного мягкого желтого сияния, многие рязанцы до сих пор привыкают к через чурецкому бьющему по глазам белому. Каждый день у нас и от пешеходов, и от водителей поступают жалобы на то, что выигрыши, наверное, оказалась та организация, которая получила данный заказ, кредит на изготовление вот этих светильников светодиодных. Но для многих город погрузился в потемки. В данном случае очень много жалоб с улицы Коломенской, Комбайновой, Косточево, Крупской. В данном случае хоть частично освещается дорога, а тротуар стал полностью темный. Много жалоб от мам, которые забирают своих ребятишек из детского сада, из яслей. Они говорят, если раньше могли их за руку везти, сейчас практически невозможно, потому что у нас тротуары не в идеальном состоянии, и то, что они стали темные, дети у нас падают. Поэтому мы начинаем их на руках носить. В августе это недовольство подтвердило проверка регионального министерства внутренних дел и прокуратуры. При измерении яркостных характеристик наружного освещения улиц были выявлены несоответствия новых светильников параметрам, определяемым ГОСТом. Все установленные светодиодные лампы не соответствовали характеристикам, заявленным в техническом паспорте на эти изделия. Все это и привело к плохому освещению в ночное время и увеличению аварийности на дорогах. Ущерб, по мнению прокуратуры, в результате установки некачественных светильников составил более 10 миллионов рублей. Все материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Ну а пока суд до дела. Рязань продолжает большую часть времени суток пребывать во тьме. И в продолжении темы, по мнению специалистов, старые фонари в принципе не приспособлены к преоборудованию. Но, как оказывается, они мало того, что не светят, так еще и падают. Порой мы видим, как от непогоды начинает ломаться и наклоняться сухое дерево. С природой, конечно, мы не поспорим. Но отремонтировать бетонные опоры уличного освещения, которые иногда практически начинают нависать над дорогой, люди вполне в состоянии. Упадет такая конструкция, и люди могут пострадать, и припаркованные поблизости автомобили тоже. Тем не менее, такая проблема, казалось, волнует немногих. На нее просто не обращают внимания. Кстати, как говорят специалисты, допустимый угол наклона такой опоры не должен превышать 5 градусов. Но, увы, это не всегда соблюдается. Это опора уличного освещения на улице Комбайново в таком состоянии уже очень давно. Жители близлежащих районов этого даже не замечают. Причем рядом находится центр детского творчества. А уровень наклона конструкции, ну, приблизительно 7 градусов. Как показал наш опрос, опасность такого наклона опоры уличного освещения большинство рязанцев понимают. Я считаю, что этим должна заниматься администрация. Если произойдет авария, то ничего хорошего из этого явно не выйдет. Нет, не замечала. Я здесь бываю два раза в неделю по часу. Мне кажется, опасно в любом моменте, ну, может, упасть на машину от человека. Упадет на кого-нибудь. Или линии электропередачи оборудуются при сильном ветре. Выправить надо, конечно, чтобы красиво было и надежно. Так, конечно, он наклонился, он и кажется опасностью. Понятно, что конкретная организация отвечает за линии опоры освещения. Ну, в частности, жалобы на улицу Комбайна и дом 28, где находится рядом оздоровительный детский центр, где гуляют маленькие ребятишки. Эта опора действительно может рухнуть. Или она перегружена, или она поставлена неправильно, но это вы все видите. Другая опора, которая вызывает беспокойство тех, кто по выходным дням ходит на ярмарку, расположенная возле ЦНТИ на улице Крупской. Здесь уже отклонение предельное. Мы видим, что она имеет бандаж, то есть ее бандажировали для того, чтобы крепить. Опора железнодорожная, то есть для контактной сети железнодорожных сетей. Каким образом она попала туда, мы не знаем. Но, тем не менее, если рухнет такая многотонная конструкция, она может элементарно расплющить троллейбус или автобус, который там проходит. Поэтому, уважаемые депутаты, уважаемый глава города Рязани, стоит обратить внимание на то, что в городе есть опасные опоры освещения, которые надо выравнивать, чтобы они стояли ровно, чтобы они не падали. Мы за это, как налогоплательщики, заплатили уже деньги. Проблема не решается. На многих улицах опоры освещения со временем наклоняются все больше. А ведь это не тот случай, когда можно надеяться на русский авось. Не упадет, будем надеяться. Пусть она и дальше в таком виде находится. И немного о культуре. Сегодня свой день рождения отмечает великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Его произведения читали все. А вот о том, что в какой-то степени Федор Михайлович является нашим земляком, знают совсем немногие. У постоянных читателей романа Достоевского нередко возникают вопросы, связанные с так называемым рязанским акцентом во многих произведениях этого классика. Ведь не секрет, что, как правило, жизненный микрокосм персонажей мэтра отечественной литературы – это Санкт-Петербург, убогие квартирки в бедных кварталах северной столицы, дешевые закусочные, сырые, слякотные улицы. Но едва речь заходит о провинции, то литератор, как правило, обожал ссылаться на рязанскую губернию. В качестве примера можно привести студента провинциала Родиона Романовича Раскольникова, происходившего родом согласно книге из рязанской губернии. Дело в том, что все детство Достоевского прошло в маленькой усадьбе, это село Доровое, на границе Рязанской и Тульской области, в нескольких километрах от Зарайска, бывшего уездного центра Рязанской губернии. Уже позже в дневнике писателя он признался, что это маленькое и незамечательное местечко оставило в глубине моей души самое глубокое впечатление на всю жизнь. Кстати, эпизод из детства писателя, проведенного в деревне Доровое, лег в основу его известного всем нам учиться школьной программы рассказа «Мужик морей». А воспоминания о жизни в отцовской усадьбе нашли отражение в таких романах, как «Бедные люди» и «Униженные оскорбленные». Поэтому вот тот маленький музейчик, который сейчас организован в усадьбе Достоевского, он действительно рассказывает нам не только о биографии Достоевского, о его ранних годах жизни, но он рассказывает нам прежде всего отводство Достоевского. Там многие романы, сцены из романов, они раскладываются прямо на местность. В 1839 году отец писателя Михаила Достоевский, отправившись из Дорового в соседнюю деревню Черемашни, чтобы проследить за полевыми работами, был зверски убит с бунтовавшимися крестьянами. Родные долго скрывали от младших детей правду, объясняя все произошедшее болезненным приступом, якобы приключившимся с их отцом. Однако, вновь посетив Рязанскую деревню уже в 1877 году, Федор Михайлович все-таки сумел разузнать о давнишней трагедии от сельских сторожилов. Эта история до сих пор вызывает споры и в литературе видения, потому что никаких наук, она верит только фактическим данным. Никаких данных нет. Показания следствия, которые были проведены очень поспешно, они очень противоречивы. Показания крестьян, священника, который якобы успел исповедовать его перед смертью. Характерно, что во вскоре написанном романе «Братья Карамазовы» название пресловутой деревеньки черемашни является неким трагическим аналогом, связанным с гибелью Карамазова-старшего. С Рязанщины автор «Бесов и преступления и наказания» связал и судьбу одного из своих второстепенных персонажей – крестьянина Миколки, решившего взять на себя вину Родиона Раскольникова. Герой заявлял, что является представителем одного из раскольничьих движений и происходит родом из города Зарайска, административно-территориально относящегося в XIX веке к Рязанской губернии. Уже завтра медиахолдинг СТС Медиа планирует перезапустить канал «Перец», который будет выходить под новым названием «ЧЕ». Уже давнее время телеканал является нашим партнером. О том, что нового увидят наши телезрители, в следующем сюжете. На российском телевидении есть множество каналов на любой вкус. Каждый из них постоянно меняется и улучшается. На месте известного телеканала «Перец» с завтрашнего дня запускается новый телеканал под названием «ЧЕ». Но в отличие от «Перца», новый канал «ЧЕ» будет более спокойным и по-настоящему семейным. Мы действительно хотим быть каналом, который больше всего будет соответствовать нашей стране. У нас многонациональная страна, но мы все русские, потому что мы живем в России, мы живем в нашей культуре общей, великой. И у нас есть одна прекрасная поговорка насчет «долго запрягает и быстро едет». Это, наверное, в какой степени про нас. Мы очень долго запрягали, но мы очень надеемся, что мы очень быстро поедем. Канал «ЧЕ» будет честным и понятным для всех. Как отмечают создатели телеканала, он будет интересен не только мужчинам, но и женщинам. В сетке телеканала останется шоу «Плюс 100 500», а также КВН. На «ЧЕ» подготовлено к запуску более 15 проектов, которые будут появляться в эфире до весны. Напоминаем, что телеканал начнет свое вещание с 12 ноября. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»